Он ничего не сказал. Это всё, что я знаю. Госпожа, дело серьёзное. Если золото обнаружат здесь, то они наверняка подумают на вас. Хатидже, Нигер права, послушай её. Если найдут золото, то обвинят нас. Теперь ты довольна. Вот результат того, что ты скупила вещи на рынке. Напрасно переживаешь. Его не найдут. А найдут, я одна буду виновата. Госпожа, так золото, значит? Я ведь уже говорила тебе. В общем, надо отвезти его во дворец и сдать всё это золото. Нет, никогда. Да, Хатидже, не упрямься. Пока золото тут, у нас не будет никакого покоя. Вина не на тебя только, но и на меня, и на Людфипашу ляжет. Тогда надо его перевезти в другое место. Куда ты отвезёшь столько золота? А? Допустим, перевезёшь. А как ты будешь охранять золото Хатидже? Я хорошенько всё подготовлю. И перевезём его ночью. Если ты не расскажешь, откуда кто узнает. Как ты себя чувствуешь? Раны уже зажили, Фахрия? Болят, когда хожу, госпожа. Немножко. Ничего, это пройдёт скоро. Ты будешь теперь всегда рядом со мной. Я вверяю тебе свою жизнь. Клянусь, я буду вам верна до своего последнего вздоха, милостивая госпожа. Госпожа, госпожа, ко дворцу Шах-Султан недавно подъехала повозка. На неё грузят золото. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вестей от нашего зодчего не было ещё? Сказал, осталось немного. Скоро закончат, и ты всё увидишь. Мой вакф уже активно работает. Надо столько сделать. Построить лечебницу, медресе, школу, трапезную. Всё сделаем со временем. И я хочу, чтобы всё это было объединено в одно целое. Да. Повелитель, Рустем Паша пришёл. Зови. Повелитель, простите, что я вас беспокою. Но дело очень важное. Я должен немедленно доложить. Весели, шевелись. Дорогу! Султан Сулейман Хан Хазрет Лири! Откройте ковшины. Сулейман Хазрет Лири! Из соседних велоетов к Шехзаде поступит подкрепление. Однако это восстание подавить весьма непросто, ибо Пири Паша очень силён. А Шехзаде для такого дела недостаточно опытен. Шехзаде Мустафу не нужно оставлять без нашего внимания. Ты будешь рядом с ним. Необходимо, чтобы он совершил какую-либо ошибку. И ты должен обеспечить это. Я получил приказ повелителя, госпожа. Падишах уже решил, чтобы я в Дьяр-Бекир отправлялся. Тебе не надо об этом думать. Это я беру на себя. Ты ведь готов выполнить моё поручение, не так ли? Госпожа, добро пожаловать. Повелитель вас уже ждёт. Ну как? Ты доволен своей новой должностью? Я бы хотел быть постоянно около вас, моя госпожа. Но ты мне нужен здесь, Мирджан. Сам знаешь, что произошло этой ночью. Слава Аллаху, Балибей вовремя успел. Балибей всё понял, госпожа. Несмотря на это, и судя по тому, что промолчал, он решил вас оберегать. Он больше повелителя оберегает, Мирджан. Просто не захотел огорчать его этим происшествием. Зачем повелитель хотел меня видеть, тебе неизвестно. Простите, я не знаю. Но он был очень задумчив и прошлой ночью плохо спал. Повелитель, шах Хубан Султан Хазрыт Лири здесь. В России. Повелитель. Вы хотели меня видеть? Шах Хубан. Ты понимаешь, из-за чего я позвал тебя. События прошлой ночи меня огорчили и обеспокоили. Ибо, как было сказано, совершенно очевидно, что ситуация не была невинной. Повелитель. Только не смей Хатидже оправдывать. Знаю, это она не отдавала золота. Но не только на этот раз. Она постоянно восстает против моей воли. Уже и ты не можешь ее остановить. Я столько месяцев терпел. Ждал, что гнев рассеется, боль утихнет, и она снова обретет покой. Однако вместо улучшения становится только хуже. Пришла пора положить этому конец. Какое же решение вы приняли, Повелитель? Госпожа. Вы не знаете, золото в казну уже отправлено? Это поручено сделать Мирджану Аге, госпожа. Он непременно вам об этом доложит. Ты можешь Мирджану доверять. Как старший слуга, он добросовестно выполняет все, что от него требуется. Я в этом не сомневаюсь. И, кстати, для меня спокойствие Повелителя важнее всего, и нарушать его я никому не позволю. Спокойствие Повелителя и для меня тоже очень важно. Недаром я позаботилась о том, чтобы ты обо всем узнал, едва только золото нашлось. Госпожа. Повелитель обо всем знает, Хатиджи. Да и ты прежде ему в лицо говорила, что золото принадлежит тебе. Что же теперь будет? Об этом разговора не было? Что положено по традиции, столько раздадут. Остальное золото пойдет в казну. Что будет со мной? Я тебя об этом спросила. Повелитель мой проступок никогда не простит. Неужели он снова отправит меня в ссылку? Не думаю. Но, похоже, он крайне озабочен. А какое примет решение, лишь Аллаху известно. Завтра мы покажем умение в стрельбе из лука, Повелитель. В парке установим мишени для состязания. С нами будут и ученики дворцовой школы. Вот мы и увидим, кто самый искусный стрелок. И без того ясно. Я всегда его побеждал. Я много тренировался и выйду победителем. Даже не мечтай, Селим. Я самый лучший стрелок из лука. Завтра увидим, кто лучший. Вы придете на состязание? Обязательно. Хочу убедиться, что ты не хвостун. Раз завтра такой важный день, нужно раньше лечь и хорошенько отдохнуть. Спокойной ночи, Повелитель. Мама. Спокойной ночи, Повелитель. Спокойной ночи. Мама. Иди ко мне, Аджик. Доброй ночи. Я слышала, ты поручил Шагзаде Мустафе очень важное задание. Аллах да поможет ему. Надеюсь, он оправдает твое доверие. Он справится, а соседняя Бея окажет ему поддержку. Сулейман, я вижу, ты тревожишься. Мыслями ты все время будешь там. А что, если и Рустема Пашу к Шагзаде отправить на помощь? Те места он хорошо знает и имеет огромный опыт. Ну что ж, пожалуй, мысль неплохая. Рустем Паша уже столько лет нашей династии верно служит. Он смог доказать, что он хороший государственный сановник? Да, знаю. Его хвалят. Но вообще-то он и здесь нужен. Ибо столь преданных династии и способных Пашей, к сожалению, не так много. Ситуация с Касымом Пашой это доказала. Это очевидно. Должности визиря заслуживает далеко не любой Паша, а такие ценные, как Рустем Паша. Чем больше их в Совете, тем будет лучше. Я утром заходила, а ты уже ушел. Я был у Хатиджи. А что такое? Надеюсь, она здорова. Пока не очень. Однако, скоро все изменится, поэтому я и заехал. Я принял решение выдать ее замуж. Мой славный шеф Заде. Болибей следил за его занятиями. Посмотрите, насколько он преуспел. Вы уже решили, за кого госпожа выйдет зам? Еще нет, Херем. Скорее всего, это будет кто-то из государственных сановников. Дайте другую стрелу. Ты что смеешься? А? Что смеешься? Это ты все подстроил? Я здесь ни при чем, Боезет. Не выдумывай. Не смей мне лгать. Я убью тебя. Боезет. Селим. Как ты поспел? Проси прощения у Селима. Повелитель, мой лук был сломан. Иначе бы я... Молкочеглу может подтвердить. Еще раньше... Проси прощения. Я прошу прощения. Так ты воспитываешь моих сыновей. Что это такое? Разве позволительно оскорблять старшего брата, да еще и в моем присутствии? Простите, повелитель, я сейчас же приму меры. Что мне с тобой делать, Боезет? А? Что молчишь? Во всем виноват Селим. Очевидно, он что-то сделал с моим луком. Ему нужно было, чтобы я срамился. Боезет, думай, что говоришь. Ты обвиняешь старшего брата. В любом случае ты должен проявлять уважение к старшему. А ты позволил себе оскорбление. Да еще и в присутствии повелителя. Но, мама... Тебе запрещается выходить во дворцовый парк. Никакой верховой езды, тренировок с саблей. И стрельбы из лука. Но, мам... Довольно. Иди в свой покой. И не смей никуда выходить, пока не получишь на то моего позволения. Надеюсь, ты понял? Ходжа Челеби. Окон, смотрящих на купол, кажется, недостаточно. Их число надо увеличить. И вообще... Пусть мечеть будет больше. Кроме того, надо создать масштабный благотворительный комплекс, достойный имени госпожи. Как вы пожелаете, повелитель. Я передам ваши пожелания главному архитектору. Хорошо. Да. Повелитель. Госпожа. Проходи, Хюрен. Вот макет твоей мечети. Я хотел, чтобы ты его посмотрела. Очень красивая мечеть. Я в восторге. Вам тоже понравилось, не правда ли, повелитель? Главное, чтобы тебе понравилось. Если принимаешь, начнем строить. Мне очень нравится. Только, повелитель, у меня к вам будет одна просьба. Слушаю. Я бы просила перенести строительство на другое место. Мне бы хотелось построить мечеть в квартале невольничьего рынка. Мне кажется, это не совсем удачное место, Хюрен. Там много ремесленных мастерских и лавок. Пусть это даже дорого, цена меня не остановит. И хозяевам лавок, и за мастерские я готова заплатить. Так что в обиде никто не будет. Что скажешь, Хаджи Челеми? Что ж, поскольку госпожа выбрала для мечети это место, я сегодня же поговорю с владельцами построек и, безусловно, добьюсь их согласия на продажу. Ведь все-таки это благое дело. Разумеется, если вы одобряете этот проект. Одобряю. Как моя госпожа приказала, так и будет. Здесь будет не только мечеть Афифа Хатун, школа для мальчиков, мидресе, бесплатная кухня, больница. Все это будет единое целое. Аллах да наградит вас, госпожа. Все должны молиться за вас. Как Хадиджи Султан поживает? Она по-прежнему против замужества? Для нее это непросто. Она перенесла столько боли. Понимаю. Но приказ повелителя однозначен. Ей надо поскорее найти подходящего мужа и уехать с ним. Возможно, после этого она обретет покой. Я с Шах Султан об этом поговорила. Она держит за того же мнения. Госпоже, надо снова обрести смысл в жизни. Иначе тоска ее в могилу сведет. Шах Султан следовало больше заботиться о своей сестре и ее здоровье. А она думает только лишь о своей цели. А какова же ее цель, госпожа? Меня устранить. Заходи, Михримах. Я хочу тебе кое-что показать. Вот мечеть, которую я построю. Красиво. Михримах, что это с тобой? А до вас не дошли слухи? Гарем так и бурлит. Все связь были бы и Исмахан Султан обсуждают. Неужели ты не знала об этом, Афиф и Хатун? Признаюсь, до меня дошли слухи, госпожа. Однако я не спешила им поверить. Всем известно, в Гареме постоянно сплетничают. Надо к алфам сказать, чтобы прекратили эти сплетни. Разумеется, госпожа. Ты можешь идти. Михримах, что такое? Почему ты так взволнована? Неужели слухи на тебя так действуют? Нет. Я просто подумала, что вы захотите это узнать. Как только Шах Султан эти разговоры услышала, Болибея сразу же вызвала. Он у нее сейчас. А ты как об этом узнала? Исмахан мне сказала. Она потрясена. Говорит, Шах Султан собирается ее за Болибея выдать замуж. Пока это лишь идея. Но, похоже, ничего хорошего нас не ждет. Субтитры создавал DimaTorzok